Последние дни и тяжкие времена. В чем же заключается тяжесть последних дней? Апостол Павел в своем послании к Тимофею пишет, «Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена». Дальше Павел перечисляет целый список людских характеристик, которые как раз и сделают эти времена тяжкими. Он продолжает и говорит, люди станут эгоистичны, корыстны, хвостливы, горды, кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, неиздержаны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. И Павел советует Тимофею, не имей с такими людьми ничего общего. И как бы давно не были написаны эти слова, они все же имеют неоценимое значение. И сегодня, особенно в нашем современном мире. Они напоминают нам о сути греха, о том, как люди могут отвлечься от Бога и оказаться на пути, ведущем к погибели. Самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, измена – вот те качества, которые описывает Павел. Но он не просто составляет список грехов, он предостерегает нас. Говорят, что эти черты характера могут быть преподнесены этими людьми очень даже религиозно и внешне выглядеть как уважение к Богу. Но они отрицают подлинную силу благочестия. Даже в наше время, когда мы видим много подобных явлений в нашем обществе, мы должны всегда помнить, что подлинная любовь к Богу означает жизнь согласно Его слову, а не внешнее исполнение христианских ритуалов, какие бы они ни были, или следованием различным верованиям. Павел призывает, как ни странно, не наставлять или вразумлять их, а, напротив, отвернуться от таких людей. Не через суд или осуждение их, но через мудрость и проницательность, дабы такие не отравили нас, будучи сами отравленными и поглощены духами этого мира. В послании к Кримлянам 15.33 Павел говорит, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Как христиане мы, конечно, обязаны любить других и заботиться о них, но мы также должны беречь свои сердца и свои умы от влияний, которые могут увести нас от наших отношений с Богом». Итак, как же нам отреагировать на это послание от Павла? Во-первых, нужно проверить свою собственную жизнь и спросить себя, живем ли мы согласно Божьего Слова? Позволяем ли мы какой-либо из этих греховных характеристик укорениться в наших сердцах? И если да, то нам нужно признаться в своих грехах и просить Божьего прощения и Его благодати, чтобы преодолеть эти искушения. Во-вторых, мы должны систематически погружаться в Слово Божие и развивать наши отношения с Иисусом Христом. Поступая так, мы построим крепкую основу нашей веры, которая поможет нам стойко противостоять греховным влияниям этого мира. Наконец, мы должны быть внимательны и разборчивы в наших отношениях и убедившись, что мы окружаем себя единомышленниками, которые будут поощрять нас в нашем шествии с Богом, а не сбивать нас с пути правды. Будем внимательны, с кем мы проводим время, кто наши друзья, какое влияние они оказывают на нас. Давайте помнить о предостережении, которое дал нам апостол Павел во втором послании к Тимофею в 3 главе с 1 по 5 стих. Давайте постараемся жить жизнью, которая будет нравиться Богу, и будем бдительны, защищая свои сердца и свои умы от греховного влияния, которое пытается отлучить нас от нашего Небесного Отца. И в заключение, какие бы ни были трудные времена в эти последние дни, мы сможем защитить себя просто знанием и пребыванием в Слове Пущем. Притча 4.23 Соломон дает нам совет и говорит «Больше всего храни его, храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другой перевод говорит «Больше всего, что требует ухода, это ваш ум. Берегите ваши размышления». Я думаю, что все мы согласны, что совет разумного человека нам с вами совсем не лишний. Бодрствовать за своим сердцем – это наша личная задача. Позвольте мне спросить вас, а вы бодрствуете за вашим сердцем? Бодрствуйте и берегите. Ну, я прощаюсь с вами, встретимся в следующих эфирах. Всего вам доброго.